Добрый день, уважаемые трейдеры! Снова я, Фред, и у нас обзор календаря, обзор рынка текущих событий. Неделя только началась, сегодня понедельник, и мы сейчас рассмотрим основные ключевые данные, которые выйдут на этой неделе, и примерно, по крайней мере, как это может повлиять на рынок, зачем следить, что ждут, что может произойти, ну и так далее. Прогнозы, события. Начнем с понедельника. Уже вышли данные по китайской инфляции, практически совпали с данными, которые нам предоставляли в качестве прогноза, 1,6%. Хотя, вы знаете, PPI китайский все-таки вырос сильнее. Я тут убрал новости, которые не столь важные, оставил только вот три красные точки, но вот PPI вырос. И вообще, китайская инфляция точно так же растет, как и все остальные мировые. У меня есть на этот счет даже график, я его показывал на вебинаре, покажу в следующий раз, завтра, во вторник, жду вас на вебинаре, кстати. Так что, китайская инфляция это как раз то, за чем нужно следить наравне с инфляцией в США и Великобритании, хотя центральные банки не будут особо пристально следить за инфляцией в Китае, чтобы повышать или не повышать ставки, но для мировой экономики это достаточно важно. У нас во вторник будет минутки по Банку Австралии. Инфляция, да, вот инфляция в Великобритании, думаю, это достаточно важно. Мы даже сделали прямой эфир, если вы в курсе, мы уже второй раз, два раза уже провели прямой эфир. Это были минутки Федрезерва в прошлый раз, до этого было, по-моему, заседание самого Федрезерва, не помню точно. И вот во вторник у нас будет обзор инфляции, точнее обзор ситуации после выхода данных по инфляции в Великобритании. Почему это важно? Важно, потому что Банк Англии вполне возможно, что в ближайшее время повысит ставку, сделает это раньше, чем ЕЦБ, потому что в Англии, в Великобритании данные выходят все сильнее и сильнее, то есть инфляция усиливается и ВВП растет, и пока Банк Англии молчит. Но вполне вероятно, что уже в ближайшее время, никто точно не знает, когда Банк Англии пойдет на такое превентивное повышение ставки. Поэтому завтра жду вас в прямом эфире, мы за 10 минут до выхода, это будет в 11.20, включим прямой эфир, может за 5 минут, и минут 10-15 будем следить за ситуацией, которая будет разворачиваться вокруг пары GBPUSD, то есть фунт-доллар. Далее у нас немецкий ZEW, не столь важен, думаю, сейчас на него мало кто обращает внимания. Дальше Конгресс Коммунистической партии, не знаю, почему включили, как особо важное событие, но вот что происходит в Китае, как говорил, достаточно важно. Ну, не уверен, что именно Конгресс Коммунистической партии Китая. Ну, если, конечно, не будет никаких там изменений, правящая партия не сменит лидера, ну, что-то такое глобальное, чего, наверное, не ожидается. Дальше в среду снова фунт, безработица, не думаю, что она важна, потому что это не Штаты, рынок труда тут не ключевой момент в британской экономике, потому что, вы знаете, сектора, которые наиболее развиты в Великобритании, ну, грубо говоря, рабочие места не так сильно влияют на решение Банка Англии, как, скажем, другие данные, инфляция, розничные продажи, даже цены на недвижимость может быть. Но, тем не менее, вот 4,3 достаточно низкий уровень, чуть выше, чем в США, в США 4,2 последние данные показали, в Европе вообще выше 9 безработица. Четверг безработица по Австралии, торговый баланс по Японии, не уверен, что это сильно повлияет на валюты вот этих стран. И вот, что самое важное, я думаю, на этой неделе один из важнейших, ключевых, одно из важнейших ключевых событий, это ВВП Китая. 6,8% ожидается рост изменения в годовом исчислении, 1,7% ежеквартальное. Вы помните, раньше ВВП Китая был достаточно серьезный рост, достаточно сильными, быстрыми темпами. В последние кварталы, даже, может быть, год с лишним, цифра так и осталась на уровне 6,9%. Вот мы здесь посмотрим график, вот видите, уже несколько показателей подряд, 6,8%, 6,7%, 6,9%. Между 2015 и 2017 годом данные как раз оставались в таком узком диапазоне, хотя долгое время снижался ВВП Китая. Но здесь данные с 2012 года, вот он был даже 8,8%. Это очень важно. Китайская экономика в мировой имеет особый вес, особое значение. И, как я говорил много раз, два последних разворота обвала коррекции на американских и мировых европейских рынках начинались именно с событий, с новостей из Поднебесной. Так что ждем, следим, это будет в четверг, выйдут они в данные в 5 утра, по московскому, киевскому, Таллинн, Рига, одинаковое сейчас время, в 5 утра. Но скоро, кстати, поменяют, да, у нас переведут время, а в России нет, так что время будет различаться, а пока у нас везде одинаковое время. Не уверен, что мы сможем провести прямой эфир в 5 утра. Да, я-то смогу, но, наверное, никто слушать и смотреть не будет в это время, все спят. Но мы посвятим этому событию какой-то вебинар, точнее, во вторник мы это обсудим уже в следующий вторник, не вот в этот, а в следующий. Поговорим об этих данных, это достаточно интересно и достаточно важно. Ну и, наконец, пятница, инфляция в Канаде, ожидается усиление небольшое, тут все еще инфляция достаточно низкая по сравнению, скажем, Великобритании и, может, даже еврозоны. И данные по вторичному рынку жилья в США, ожидается небольшое снижение. Кстати, уже который раз снижаются эти данные, вот видите, график показывает сильное снижение. Связано это со ставками или с ценами на недвижимость, сложно сказать, но вот факт остается фактом. Кстати, последний кризис, ипотечный кризис, он, понятно, что начался с рынка ипотеки, недвижимости, кредитов. Но на рынке жилья изменения происходили задолго, за несколько месяцев и даже лет, может быть, год-два до того, как разразился, собственно, ипотечный кризис. То есть, рынок жилья показал свой пик не в восьмом и даже, по-моему, не в седьмом году, чуть раньше. Всем я желаю удачной недели, вам всем профитов, ставьте стоп-лоссы, тейк-профиты, следите за рисками. Увидимся мы с вами завтра два раза днем. Сейчас точное время вам скажу, в 11.30 мы увидимся в прямом эфире после выхода данных по инфляции в Британии и вечером во вторник, как обычно, у нас в 20.30 наш вебинар. Я собрал много интересных графиков для вас, так называемых демотиваторов, и есть много о чем поговорить. Всем хорошей недели, жду вас завтра, во вторник. Продолжение следует...